Вести Карачаева, Черкесия На недавней и последней сессии Народного собрания парламентарии Республики расширили перечень направлений, на которые можно будет потратить средства, выделенные на четвертого и усыновленного ребенка, не дожидаясь достижения им трех лет. Рассказывает председатель комитета по здравоохранению и социальной политике Народного собрания Хасан Хубьев. При строительстве или приобретении жилья. То есть мы перечень вот этот указываем точно, который можно использовать, не ждать трех лет, независимо от срока. В рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроект «Демография» реализуется комплекс мер, направленных на усиление материальной поддержки семей с детьми. С 2018 года в Карачао-Чекесе нуждающимся в финансовой поддержке семьям с детьми до трех лет, рожденными третьими или последующими, предоставляется выплата в размере оригинального прожиточного минимума для детей. Ее размер составляет один оригинальный прожиточный минимум на ребенка в регионе 13 637 рублей в 2023 году. А в прошлом году эта сумма составляла 13 201 рубль. В 2022 году эта мера соцподдержки предоставлена 6 808 семьям, в которых воспитываются 6 922 ребенка. Общая сумма выплат семьям в прошлом году составила 805 600 000 рублей. Ежемесячную финансовую поддержку в связи с рождением или усыновлением первого ребенка в прошлом году получили 5 504 семи республики. Объем выплат семьям региона при рождении первенца в 2022 году составил 607 300 000 рублей. Единовременную денежную выплату в связи с рождением или усыновлением второго ребенка в размере 25 000 рублей получили 1245 семей. Общая сумма этих выплат почти 31 миллион рублей. Кроме того, единовременную выплату при рождении четвертого или последующих детей, это республиканский материнский капитал, получили 510 семей. В 2023 год указом президента России Владимира Путина объявлен годом педагога и наставника. Миссия года – признание особого статуса педагогических работников, в том числе выполняющих наставническую деятельность. Мероприятия, прежде всего, направлены на повышение престижа профессии учителя, рассказывает министр образования и науки Карача-Чекеси Инна Кравченко. Сегодня педагогическая сфера испытывает определенные дефициты. Необходимо привлекать в педагогическую сферу более молодых, амбициозных работников, педагогических работников, в том числе для популяризации профессии учителя, для повышения социального статуса педагогических работников, для мотивации более молодых педагогов, в том числе. И был объявлен год педагога и наставника. В этой связи на региональном уровне создан Республиканский организационный комитет, в куда вошли все руководители органов власти. Также разработан необходимый план мероприятий, который состоит сегодня из 73 мероприятий пока на сегодняшний день. И мы уже приступили к реализации этих мероприятий. В Республике продолжают работы пункты оказания психологической помощи участникам специальной военной операции и их семьям. Напомним, они работают в Черкесске, Зеленчукском, Карачавском и Урупском районах. Помогают обратившимся квалифицированные психологи оригинального социально-реабилитационного центра «Надежда» и Центра социального обслуживания населения. В Республиканской столице пункт психологической помощи располагается на улице Пушкинской, 82, в других муниципалитетах – в Карачавске по Магометова, 3, станице Кардоникской, улице Пугачева, 26А и поселке Медногорском по Мира, 1. Участникам специальной военной операции и их семьям также оказывается бесплатная юридическая помощь и другие виды поддержки, в том числе в решении бытовых, социальных и иных вопросов. Наладить эффективный диалог с властями стало возможным благодаря платформе обратной связи, разработанной Федеральным министерством цифрового развития. Теперь направить обращения в госорганы или органы местного самоуправления можно через специальный виджет на всех сайтах ведомств и муниципальных учреждений Карачао-Чекиси. Быстро, легко и не выходя из дома. Тему продолжит первый заместитель министра цифрового развития Инвер Кипкеев. С итогом 2022 года Карачао-Черкесия успешно поднялась и является лидером. Она занимает седьмую строчку среди субъектов Российской Федерации по качеству предоставления ответов, по качеству внедрения платформы обратной связи. Перед нами поставлена задача, чтобы платформа обратной связи, она стала такой системой, через которую максимально и оперативно решались актуальные вопросы граждан Карачао-Черкесской Республики. В Республике будет созданный Центр оптимизации государственных и муниципальных услуг, который будет предоставлять 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Абсолютное большинство государственных и муниципальных услуг без необходимости личного присутствия граждан. Это позволит не только полностью перевести большинство услуг в электронный вид, но и способствовать сокращению сроков предоставления услуг как минимум в три раза. До конца этого года в Карачао-Черкесии в электронный вид будут переведены порядка 90 услуг. В целях оказания содействия трудоустройству безработных граждан службы занятости Республики реализуются под программы «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» государственной программы «Содействие занятости населения Карачао-Черкесии». В рамках этой программы будут организованы ярмарки и вакансии учебных рабочих мест, оплачиваемые общественные работы, а также предусмотрены временное трудоустройство для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, а также безработных граждан в возрасте от 18 до 25 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые. Будет оказано и содействие в самозанятости безработным гражданам, трудоустройству многодетных родителей и родителей, воспитывающих детей инвалидов и т.д. В Черкесске завершается капитальный ремонт музыкальной школы, ранее прерванной по вине подрядной организации, не выполнившей свои обязательства перед заказчиком. Здание не ремонтировалось почти пять десятков лет с момента ее возведения в 1974 году. Уже этой весной 300 воспитанников учреждения будут заниматься в стенах родной школы. Для них, благодаря реализации программы развития культуры, будут созданы современные комфортные условия. Сейчас завершается ремонт второго этажа, параллельно ведутся работы на первом. Обновлены все кабинеты, актовый зал, санузлы. Заменены старые полы и двери, система отопления и электропроводка. Запланирована также покраска фасада зданий и установка наружного освещения. Ранее заменили старую мягкую кровлю на современную мембрану. Как мы же сообщали, в республике заработали специальные медицинские чаты для помощи пациентам. Проект «Здравконтроль» реализуется при поддержке Минздрава России, Росздравнадзора и Общественной палаты страны с использованием средств, предоставленных фондом президентских грантов. В прошлом году проект был представлен в 18 регионах России, а с этого года уже в 34 субъектах. Его цель – повышение качества и доступности государственной медицинской помощи для населения. В мессенджере «Телеграмм» для жителей созданы медицинские чаты, в которых они смогут оставлять свои обращения и задавать справочные вопросы, а также получать ответы от представителей медицинских организаций в течение двух часов. Основные вопросы, которые жители Карачачьей Кеси смогут решить благодаря обращениям в медчаты – это проблемы, касающиеся записи к врачу, вызова врача на дом, получения льготных лекарств, нарушения этики и диантологии, навязывания платных услуг, а также отсутствия направлений на консультации, обследование и т.д. В чатах нельзя получить консультацию по лечению и назначению лекарственных препаратов, наличию медикаментов в аптеках, работе скорой медицинской помощи и вопросам электронной госпитализации и постановки диагноза. В республике, в частности, созданы два чата – «Черкесск. Здоровье» и «Карачачья Кесия. Здоровье». В последние подключены все медорганизации, кроме тех, что территориально находятся в Черкесске. То есть медорганизации, находящиеся в республиканской столице, будут отвечать на обращения граждан в чате «Черкесск. Здоровье». Написать обращение в медчаты можно ежедневно с 8 до 20 часов с понедельника по субботу. Жители Карачачьей Кесии могут получить статус социального предпринимателя и грант на реализацию своего проекта. Для чего это необходимо и куда обращаться, расскажет гость студии, начальник Центра инноваций социальной сферы Джамиля Карасова. Уважаемые предприниматели Карачаева Черкесской республики, хочу напомнить вам, что до 1 мая Центр инноваций социальной сферы принимает документы на признание предприятия социальным. Для этого нужно вам обратиться в Центр мой бизнес по улице Ленина, 53, Центр инноваций социальной сферы. Если ваша деятельность связана с трудоустройством социально уязвимых слоев населения, или же ваша деятельность направлена на решение проблем общества, вы, в принципе, можете считаться социальными, но для этого вам нужно пройти вот эту процедуру. Зарегистрировать статус индивидуального предпринимателя или юридического лица можно без посещения налогового органа и уплаты госпошлины в многофункциональном центре. Информацию комментирует начальник отдела регистрации и учета налогоплательщиков номер 1 Управления Федеральной налоговой службы России по Карачае-Черкесии Эмилия Тимирезова. Подавая документы на государственную регистрацию через многофункциональные центры, вы экономите от 160 до 4000 рублей в зависимости от вида регистрации. Госпошлина не требуется, когда документы направляются в электронном виде, на регистрацию юридических лиц, изменения вносимых учрительные документы юридических лиц, также на регистрацию физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, регистрацию прекращения физическими лицами деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, кроме регистрации ликвидации юридических лиц, а именно политических партий, их региональных отделений, общероссийских общественных организаций, инвалидов и их структурных подразделений. Результат государственной регистрации заявитель получает удобным для него способом лично в отделении многофункционального центра, а также на адрес электронной почты. Напомним, что есть и другие способы регистрации бизнеса без посещения налогооргана. Например, при наличии у заявителя усиленной квалифицированной электронной подписи можно направить документы в электронном формате в налоговый орган через сервис государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на сайте Федеральной налоговой службы налог.gov.ru. В этом случае государственная пошлина также не оплачивается. Прокуратура Республики утвердила обвинительное заключение в отношении 41-летнего жителя Прикупанского района, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей «Убийство». Информацию комментирует старший помощник прокурора Карачао-Черкесии по взаимодействию со СМИ и общественностью Елена Дармаграева. По версии следствия, 4 октября 2022 года, около 15 часов 50 минут, находясь на улице Доватора в городе Черкесске, обвиняемый с целью совершения убийства своего родственника, достал из салона автомобиля, принадлежащее ему огнестрельное охотничье оружие, из которого произвел выстрел в область грудной клетки и живота постерпевшего, в результате которого наступила его смерть. После чего злоумышленник с места происшествия скрылся. Уголовное дело направлено в Черкесский городской суд для рассмотрения по существу. В России на законодательном уровне могут запретить вейпы. Причин несколько, и в первую очередь рост несчастных случаев при использовании испарителей. Чем же опасно это новомодное средство, якобы помогающее избавиться от курения? Информацию комментирует медицинский психолога республиканского наркологического диспансера Инна Лобанова. Производители альтернативных способов курения утверждают, что это более безопасный вариант, что якобы есть жидкости, в которых нет никотина, например. Ну и что, например, с помощью вейпов или электронных сигарет можно даже бросить курить. Почему, конечно, сейчас вот так активно озаботились этой проблемой, в частности в Госдуме Российской Федерации? Потому что очень много различных случаев серьезных, которые возникают непосредственно на фоне использования вейпов и электронных сигарет. Случаи разные. То есть то, что касается, допустим, травмоопасности, да, то есть вейпы взрываются очень часто за счет того, что многие эти конструкции, и сами эти жидкости, они на сегодняшний день чаще всего приезжают к нам из стран Азии и, соответственно, не досматриваются. С 15 марта в Карачащей Кесе стартует ежегодная федеральная информационная противопожарная кампания «Останови огонь», в ходе которой будет проводиться информирование населения о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах, очные и онлайн-экологопросветительские мероприятия по пропаганде правил пожарной безопасности. С 2018 года акция решает основную задачу – это информирование населения о запрете палов сухой травы на землях сельхозназначения, а также о других причинах возникновения лесных и иных природных пожаров. Государственная национальная библиотека Карачащей Кесе имени Халимат Байрамуковой готовится выпустить в свет обновленный справочник, рассказывающий практически обо всех литературных деятелях нашей малой родины. На шестистах страницах уместилось более трехсот имен, начиная с народных певцов и сказителей до письменного периода и заканчивая молодыми писателями, такими как Шамиль Узденов, Люсана Абедокова и Артур Кинчишау, которые впервые попадают в подобные сборники. Прочитать книгу в электронном варианте можно будет в ближайшее время на официальном сайте библиотека 09.ру, рассказывает библиограф информационно-библиографического отдела библиотеки Талегюль Межева. Заслуженный художник Российской Федерации, народный художник Карачаева Черкесии Уман Кангиревич Межев был всю свою жизнь беззаветно предан изобразительному искусству. Он стремился всегда осваивать новые техники, кроме живописи, графику, афорт, гравюру. Работал в области декоративно-прихладного искусства, занимался войлоком, всегда стремился передать свои чувства, мысли через свои произведения. 10 марта в Республиканской государственной филармонии русские театры, драмы и комедии Карачаева Черкесии представят спектакль «Великолепная семейка». Действия происходят в семье двух почтенных дам, которые живут в старинном особняке. Конечно же, они становятся мишенями не только для своей семьи, но и для всевозможных дельцов, которые рады заполучить такой дом. Режиссер постановки Валентин Бирюков. Как мы же сообщали, на курорте Архиз с 10 по 12 марта пройдет ежегодный фестиваль электронной музыки и спорта «Ритм гор». Любители активного отдыха ждут экстремальные соревнования, выступления артистов, кинопоказы, лекции и мастер-классы от профессиональных райдеров. Начнется фестиваль массовой спортивной танцевальной разминкой на главной площади курорта в поселке Романтик. В программе первого дня – дневная вечеринка под сеты диджеев на открытой веранде ресторана «Вкус гор». Вечерние кинопоказы, встречи со спортсменами и лектори об экстремальной культуре сноубординга. 11 марта в сноупарке на выкате южного склона в Романтике пройдут спортивные соревнования по сноуборду и лыжному фристайлу. Профессиональные райдеры покажут трюки на перилах, дропах, боксах, слайдерах и трамплинах. 11 и 12 марта также на курорте и в поселке Архиз запланированы вечеринки на открытом воздухе, концерты, инструментальные музыки и выступления приглашенных диджеев. Хидлайнеры фестиваля приедут и из Москвы, Сочи, Краснодара, Ростова-на-Дону и Пятигорска. Ну и последняя информация. 10 марта в спорткомплексе «Юбилейный Черкеска» состоится спортивный турнир по волейболу среди женских команд средних и высших учебных заведений республики. Состязания проводятся в целях популяризации здорового образа жизни, пропаганды физической культуры и спорта среди молодежи региона. Таковы некоторые события республики. Информационный выпуск провела Ритонирова. Уважаемые граждане, доводим до вашего сведения, что на территории Карачаева Черкесской Республики работает Госюрбюро, оказывающее бесплатную юридическую помощь гражданам, относящимся льготным категориям, в случаях и в соответствии с федеральным законом о бесплатной юридической помощи в Российской Федерации. Вы можете прийти на личный прием в Черкесске по улице Красноармейская, 33. Обратиться по телефону 28 00 56 или оформить электронное обращение на сайте губкчр.ру. Что можно сделать за 10 минут? Приготовить бутерброды, навести порядок на столе, ответить на рабочее письмо или принести хлеб и молоко бабушке по соседству. Это не тайм-менеджмент, это волонтерство. Помогать пожилым людям продуктами и лекарствами – доброе дело. Но главное добро в этом деле – ты. Ты. Присоединяйся на добро.ру. 0+. Вы слушали Радио России. Карачаево-Черкесия. До новых встреч!